Больше людей и сильнее противник, которые интереснее бороться, потому что помост показывает разные ситуации. Саша, привет. Привет, дорогой. Сегодня необычная тренировка. Как необычная? Ну, для наших зрителей, скажем так. У нас в гостях... У нас сегодня дружеская. По чему мы сегодня потренируем? У меня в понедельник были ноги, во вторник грудь. Давай спину. Спину трицепс, да? Да, спину трицепс. Так что сегодня тренировка такая будет, мы будем качать спином, будем качать трицепс. Я думаю, сделаем по три упражнения. Три-четыре упражнения, ну, три, наверное. По три-четыре упражнения, как пойдет. Сейчас я говорю три, потом Маннику покажу четыре, сейчас. Курсажки мои начнут действовать и сразу тренировка затягивается. Так, позавчера я пришел, думаю, первая тренировка, сейчас часики занимаюсь, когда я уходил, в итоге позанимался два. Ну, ничего. Так, в тот раз с тобой тоже собрались на спирт сделать четыре упражнения, а сделали шесть. Апетит всегда мы друг во времени. И кто говорит, что БЦАшки не работают, да? То есть ты приправляешь свой аппетит БЦАшками, и от этого становится еще больше энергии? А? Я не знаю, в чем энергия. Опять же сейчас скажу, что вот он толкает свой продукт, афиширует. Так а в чем, что плохое, если ты толкаешь свой продукт? Нет, вообще, на самом деле, как, что плохого? Ну, что плохого? Чтобы он заработал, чтобы у него было много денег, чтобы он поменялся... Саша, так мы все желаем, чтобы у тебя было много денег, чтобы ты заработал. Ты желаешь. Я желаю. А некоторые нет. А почему не желает? Не знаю. Потому что никогда отработанная. А, понятно. То есть мы как бы общий средний уровень снижаем за счет того, что все остальные тоже что-то будут недополучать. Но это как-то неправильно. Согласен. Давайте ориентироваться на самые большие. На самом деле, сейчас полностью еще пересмысливаю все свои продукты. Пересматриваю очень много пробников и тренировок. Поскольку сейчас отдыхаю, можно сказать, без поддержки фармакологии, без всего. Сейчас очень важно, насколько быстро восстанавливают мои продукты. Сейчас ведется такой анализ, тест. Мы немножко так ушли сейчас на месяц в подполье. Мало выставляем. Сейчас нас нет. Не было на черпионате северо-запада. Также мы не будем приставляться сильно в Екатеринбурге. Единственное, чем мы выставляемся. Это нам помогает наш партнер Сергей Акулов. Это Спарта. Мы были представлены в Краснодаре. Очень много сейчас планируется изменить в линейке. Мы увеличили ее почти в два раза. Сейчас плотно над этим работаем. Поэтому все должно быть очень интересно. Даже те же продукты, которые у нас уже были, они будут усовершенствованы и будут по вкусовым показателям лучше, вкуснее. У меня что-то уйдет, что-то появится. БЦА там 6500, будет 7500. Действительно, заявлено. Все есть анализы, результаты химические, биохимические. Соперленные вместо 500 миллиграмм будет грамм. Ну и плюсом, скорее всего, в этом добавлении еще больше. Саша, я предосхищаю вопрос от хейтеров, которые скажут… Ты хейтеры? Ну опять они. Спокойно не живется, что ли? Не знаю, наверное. Они все пиво выпили еще, не до конца животы отрастили. Ну у тебя встречный вопрос к ним. Пусть они тоже отвечают, записывают свои видео ответы. Мы готовы их послушать. Но вопрос наверняка будет звучать так, что… А что не так с прошлыми продуктами? Почему не устраивает? Почему что-то новое вводишь? Вообще, почему что-то меняешь? Ну потому что все меняется. Мы растем. Я вижу новые… То есть я езжу, я анализирую. Я вижу продукты, которые выпускают другие западные бренды. То есть не придерживаясь тому, что мы сейчас видим на российских полках. Я же всегда говорю, мне интересно делать то, что никто не делает. Они выпустили одну марку. Но мы сейчас… Если у меня будет возможность усовершенствовать что-то, я все равно это буду усовершенствовать. Я так понимаю, сейчас эта возможность есть. Конечно. Конечно. Мы над этим работали. Сейчас очень много. Складывается большую ставку мы делаем на производственную линию. Технологи появились. Проявились свои декоранты, которые действительно советуют, активизируют. Сравниваем это со всеми процессами. Возможно ли это совместить, не совместить. Грудезно работа на самом деле идет. Это не так просто, что, как многие говорят, взял и все по банкам расфасовал. Нет, друзья. Мы берем только сырье. А из этого сырья уже пытаемся вылепить тот состав, который будет более оптимален, более рабочим. Плюсом не будет ущернять нас по вкусам и качествам. Хорошо. А Иван, уже имел опыт с твоей продукцией? Да, я уже с самого начала, как только Александр начал производить продукцию, я готовлюсь к чемпионату миру. Также мои ученики все пользуются этой продукцией, готовятся к соревнованиям. И в городе Выборге я продвигаю этот данный товар, употребляю на самом деле. Я доволен. У Вани стоит большая задача стать. На нашем продукте он должен стать рекордсмером мира. Деменом мира уже стал, но сейчас одно из направлений, где есть возможность все-таки приблизиться к рекорду. Да, Вань? Ну да, хотелось бы. Иван, а какие у Вас сейчас показатели по жиму? Ну, как бы не хотелось бы поговорить, хотелось бы улучшить. Ну вот 250 я пожал на Екатеринбурге. При собственном весе? При собственном весе 98 кг. Вот. Сейчас впереди задача. Москва. Чемпионат мира. СПР. Союз Павлифов России. АПЛ. Будем стараться увеличить результат. Точнее, пободаться. Очень сильные соперники. Довольно-таки, как бы, интересные перспективы. Потому что есть возможность отобраться на Олимпию. Ну и будем стараться. Сейчас самое главное без травм. Потому что у меня до этого был тоже надрыв груди. И проблемы с плечом. Сейчас пока все идет хорошо. И даже в свои 42 года я пытаюсь это совершать. Пытаюсь увеличить. СПР. 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 Продолжение следует... 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 попробовать одно, попробовать другое. Действительно понять, почувствовать свое тело. Хорошо. Байк, не от рук, а от ключей. Сначала встречай над руками. Слева. Да, сначала, наверное, не сгибай плечи назад. Вот. Вот. Слева. Вот. Слева. Зажимаем. Поехали. Я его не концентрирую, чтобы не спрашивай. Больше, включай. Саша, у тебя самого сейчас закончился сезон. Ты продолжаешь тренироваться в каком режиме? Постоянно в своем. Независимо от того, есть ли он, есть ли он, есть ли он. В фронтологии нет, в фронтологии. Единственное, что больше разминки и больше прислушиваюсь к телу, чтобы не травмироваться. Я специально тренируюсь во всем в теплом, чтобы температура тела была как можно выше, чтобы не было ни малейшей возможности получить травму. Вот. И все движения, которые выполняю на уровне ощущений, если я чувствую дискомфорт, то сразу снижаются. Поэтому, поскольку эта фронтология отсутствует. Но тем самым я с помощью таких тренировок смогу больше продержать свой объем. Без нормы колокольки. Больше восстановиться. И к моменту. В следующей подготовке я подойду на уже хорошую базу, где нужно будет просто предиет 2-3 недели, прежде чем начать курс. Чтобы была как можно меньше жировой прослойки. А сейчас, по поводу жида, жировой прослойки меня вообще-то не тревожит. Даже если там вываливается живот, ничего страшного. Важно, чтобы сейчас компенсировалось. Нервная система. Я поел все, что я хочу. Чтобы к еде у меня опять было полное спокойствие. Чтобы не хотелось чего-то там есть, когда нельзя будет. Вот. И за счет того, что я могу сейчас позволить есть все, что хочу, тренироваться тоже должен. Прилично. Для того, чтобы это было более значимым. То есть ты себя не запускаешь? Не, не запускаю. По одной простой причине, что тренировки, они и провоцируют, поддерживают этот обмен веществ. Если я сейчас просто отсяду в офисе и буду заниматься бизнесом, просто жрать их в лошадь, я быстро превращаюсь в кончик. А нам сейчас этого нельзя делать. Да, никто этого не хочет. Что это не такое? Продолжение следует... 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 Держи, держи, подожди. Держи. Ага. Больше смех. Рассаживай сильнее. Вот. Сильнее тоже. Сильнее только, не растяживай сильнее. Сильнее, сильнее. Плечами больше. О! Ну чё? Пошёл. Поначалу думал о том, чтоб не упасть. Просто видишь, с ними не раскачаться. Ага. Это уже не сделаешь. Ничего не сделаешь, потому что... Давай. Ты говоришь сегодня лайтовая, да, тренировка? Да. Легенькая. Я в другом не могу. Всегда тренировка начинается лёгенькая. Но потом входишь во вкус. Я чёрт. Это ПЦА 6900 и Криотон. Никто не верит. Он у отца спросил. Я вот всё думал, почему все улыбаются. Я так думаю, это просто мышцы сводит. Ну, думаю, что я шучу. Ты говоришь, что я шучу-чучу. Ага. Ты вообще очень серьёзен, по-моему. А? Ты вообще очень серьёзен. Когда? Всегда. А вот и не поймёшь. Пойдём пока лайтовый. Пойдём пока лайтовый. Да. Лайтвейн. Мегалегкая. В зале жарко стало? В зале не очень. Перебой со светом. Как ощущения? Непонятные. Сюда ощущения великолепны, когда делаешь новое упражнение. Особенно еще и отказ. Совсем по-другому. Так что... Ой, ты что-то понимаешь. Не рубишь дальше. Не рубишь. Сюда. 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 Саша, сколько у тебя сейчас тренировок в неделю? Три, наверное. Три? Три. 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 Гори. Три, город. В каждую неделю кардио. Ну то есть это обычного режима и он в принципе до подготовки к сезону будет постоянно таким, да? Ну, то есть сейчас это идет не в графике, а такое как хобби, по желанию. Но желание есть, а это уже о многом более. А можешь вообще сказать, как твои тренировки заряжают тебя на другую деятельность, на бизнес, на предпринимательство? Рождаются ли новые мысли, пока ты тягаешь железо? Нет, когда я железо тягаю, думаю, только о железе нельзя. Важно находиться в данную минуту, там, где ты находишься. Если в офисе, то я не думаю уже лезть. Если дома, то нужно думать дома, о доме. Ну, если, конечно, с женой не обсуждаем, там рабочие моменты, она там много чего подсказывает, то в зале всегда по поводу того, кто с тобой рядом, наобращение Ваня. То есть для меня целесообразно сейчас думать о тренировке на спину и о том, как мы вместе с ним тренируемся. Вот. Поэтому я не могу повлиять на ситуацию, на ту ситуацию, особенно там, не только особенно, как говорится. Я не могу повлиять сейчас, если с моими детьми что сейчас происходит, я не могу на это сейчас всю минуту повлиять, потому что меня с ними рядом нет. Какой смысл сейчас забирать ту энергетику, которая есть в данный момент вокруг меня, забивать в голову теми вещами, где меня нет. Ну, то есть принцип здесь и сейчас. Да? Хорошо. Это важно. Это новое. Тоже, конечно, не упоминал в чайце. Не раскачивать, ничего не дать. Ты считай, балансируешь, награми. Как это было вообще? Зачетно. Ну, мы, наверное, предупредим зрителей о том, чтобы они бездумно не повторяли все это. Да, потому что здесь сегодня есть на самом деле возможность упасть, есть возможность этой. То, что делается в зале, то, что делается... Для новичков-то, я думаю, что точно не стоит делать. Есть для новичков база, есть эта, которую в первую очередь надо освоить и бездумно не есть повторять за тем, что делает уже профессионал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!